Не гоните стариков. Такими словами встречает посетителей столичное социальное стационарное учреждение общего типа для пожилых и ловезе. Ну или по простому дом престарелых, что расположен по улице Абая. Обитателей в нем чуть более двух сотен. У каждого из них своя судьба. Но объединяет их одно. Им не нашлось места под крышей дома их родных детей, внуков или любых других близких родственников. А по статистике даже на примере одного этого дома 70 процентов жителей домов престарелых имеют трудоспособных детей и близких. И это обстоятельство не просто удручает, а скорее возмущает. Оставив эмоции нам, простым гражданам, депутаты пошли на жесткие меры. Привлекать таких нерадивых детей к ответственности. Исправительным работам, штрафу от 180 до 220 тысяч сомов, а то и лишению свободы сроком до двух с половиной лет. Проект закона уже вывешен на общественное обсуждение. Гульбара Керемчанова здесь недолго. Несколько месяцев. Родом она из Иссыкуля. После замужества переехала в Токмак. У нее есть свой дом. Сегодня в нем живут родственники. В это учреждение решила прийти сама. После смерти мужа замучила одиночество. О старшем сыне ничего не знает уже 10 лет. Ему должно быть 40. А вот дочка 35 лет живет в Америке. Вышла замуж и уехала. В гости звала, говорит Гульбара Керемчанова. Но с документами ничего не получилось. Чтобы не остаться дома, одной в четырех стенах была вынуждена прийти сюда. Уже устала, да и неудобно все время соседей просить то лекарства купить, то давление померить. А со здоровьем у меня немало проблем. Со старшим сыном вот уже 10 лет связи нет. Еще есть дочь. Уже 4 года живет в Америке. Замужем за американцем. У них двое детей. Гульбара экономист. Более 30 лет отработала в разных учреждениях. Говорит, что в этом доме для пожилых ей нравится. Есть кому таблетку подать. А главное, среди людей. От природы общительная, признается женщина. Эсингул Ильязова всего 64 года. Говорит, с женами ему не везло. Что одна, что вторая выпить любили. Дитя и двух браков у него трое. Один в Казахстане работает, двое других в Бишкеке. Имеют небольшой бизнес. Делают выпечку. У меня есть два сына и дочь. Не хотят со мной отношений поддерживать. Дочь однажды спрашивает меня, какая у меня группа крови. Четвертая говорю. Она в ответ, а у меня первая, значит, ты мне не отец. А старший сын сказал, что вообще не хочет меня видеть. Пусть вот так с детьми сложилось, но внуков я очень люблю. У меня их всего пять. И сотрудники дома престарелых рассказывают. Бывают угощения привезут нашим бабушкам и дедушкам, как вот, например, в честь Ноуруза. Так он все соберет и отправился. Куда, спрашиваем, вы собрались? А он к внукам. Руководитель этого учреждения Эркингуль Абдулдаева говорит, что и сегодня закон регулирует отношения трудоспособных детей и их нетрудоспособных родителей. В Семейном кодексе есть статья 92, определяющая выплату алиментов. Но для их истребования престарелым отцам и матерям необходимо самим написать заявление в суд на их отпрысков. Чего они, конечно же, не делают. Есть такая притча, как сердце матери, когда сын вырывает сердце у матери, бежит к девушке своей, падает и сердце говорит, сынок, ты не ушибся? Вот тут, понимаете, это притча, это именно яркий пример жильцов, которые у нас проживают. Они обижены, то, что их бросили, они оскорблены, но, видимо, время лечат, видимо, вот эта душа, родительское сердце не позволяет им, и они отказываются в суд подавать. Причин, что сегодня брошенными оказывается все больше стариков, несколько. Это и экономическая ситуация, миграция и, прежде всего, непорядочность, неблагодарность детей. Снохи и зитья с ними не уживаются, стали немощные, отписали квартиру или дом, а теперь в нее мешают. Но апогеем цинизма является то, что и в доме престарелых бессовестные родственнички умудряются оббирать пожилых. Ради интереса понаблюдать в дни пенсии, как учащается посещаемость детей, внуков, знакомых, каких-то соседей там и так далее. Вдруг они в этот день вспоминают, что есть бабушка, что есть дедушка. Они берут там яблочко, кефирчик, сок и так далее. Бабушка, привет. И та бабушка, которая целый месяц ждет, скучает, тоскует, наверное, она готова не только пенсию отдать, она готова сердце, наверное, вырвать отдать, душу отдать. Сегодня среди обитателей домов престарелых люди разных национальностей. Если раньше в таких учреждениях за редким случаем можно было встретить представителей титульной нации, то наряду с русскими, которых отметим здесь большинство, есть и узбеки, и дунгани, и турки, и порядка 30 процентов крыгызов. Всего по республике шесть заведений для одиноких престарелых. В Бишкеке, в Нижней Серафимовке, в Сукулуке, в Сузаке, в Сулюкте, в Токтагуле. Елена Яковлева, Бакытко Шалиев, НТС.